У меня есть фектометр, висказиметр и лодочек. Вот я меряю. С помощью таких нехитрых инструментов глазуровщица Елена Глохова замеряет плотность и текучесть глазури, которая покрывает плитку. Кроме этого, в ее зону ответственности входит наблюдение за конвейером. На плиточном заводе Елена трудится уже три года. Условия работы женщину вполне устраивают. Вся линия максимально автоматизирована. Да и социальной защитой все хорошо. Руководство старается поспеть за инфляцией. Заработная плата Елены сейчас уже превышает 5000 гривен и в перспективе повышение. У нас же у каждого свои. У наладчиков одна зарплата, у глазуровщица другая, у сортировщиц еще. У каждого по работе оценивается его зарплата. Повышают нам зарплату и премию дают нам. Ну, понятно, что хочется больше, но денег всегда мало. Повышать заработную плату сотрудникам действительно собираются, говорит представитель собственника Валентин Шевитовский. Такая возможность у предприятия появилась благодаря активному росту производства. В следующем году тут планируют открыть новый цех, расширяется география торговых связей. Заработная плата достигнет 7800 гривен в месяц на одного сотрудника. У нас очередь на предприятие. Но рост возможен в будущем только благодаря тому, что будет увеличено количество метров квадратных, которые мы будем производить, доход на одного сотрудника. До конца года заработная плата должна вырасти также на Турбоатоме, заводе имени Малышева, ХТЗ, Шебелинка, Газодобыча. Возможности для этого изыскивали вместе с руководством предприятия, отмечает губернатор Юлия Светличная. Прибавка составит около 1000 гривен. Кроме того, губернатор заверила, покрывать инфляцию, повышение зарплаты будет ежегодно. Работают и с предприятиями-должниками. Правда, о них губернатор говорит без особой конкретики. Перспективу Юлия Светличная видит и в отношении ХАЗа. Это авиационное предприятие было среди лидеров по задолженности по заработной плате. После смены менеджмента на заводе также рассчитывают на заказы от Укроборонпрома. Оксана Нечапаренко, Андрей Домовой, Агентство телевидения новости.